Новосибирские ученые разработали программу, которая позволяет быстро и точно подобрать лечение для людей с гипертонией. В ее основе методы математического моделирования. Программа уже вышла на этап клинических испытаний. В чем уникальность изобретения, выясняла Екатерина Новгородцева. Более 40% взрослого населения России страдает от артериальной гипертонии. Это самая частая причина инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и даже хронической болезни почек. В арсенале врача 5 групп медикаментов. Всего больше 100 лекарственных препаратов. При назначении лечения врачи не могут абсолютно точно сказать, как оно подействует на конкретного пациента. Новосибирские ученые разработали программу, которая позволяет подобрать индивидуальную терапию. Оценку этого лечения мы производим на целой популяции. И поэтому мы смотрим, что если для большинства пациентов в виртуальной популяции лекарство подействовало хорошо, значит оно скорее всего и для нашего пациента подействует хорошо. Если мы видим, что оно разбилось на несколько групп, мы можем сказать, какой параметр модели является критическим и неизвестным, и какое дополнительное обследование необходимо пройти пациенту, чтобы получить оптимальный выбор. Но это лишь один из нескольких важных принципов, по которому работает программа. Во-первых, для каждого пациента нужно создать математическую модель цифрового двойника, который будет точно отображать состояние здоровья человека. Во-вторых, нужно понимать принцип действия существующих препаратов, как они распространяются по организму, как воздействуют на него. Важно учесть не только параметры, которые встречаются среди большинства гипертоников, но и индивидуальные показатели каждого. Используя небольшое количество информации, наша программа сможет сразу же, при первом же прогоне, при первом визите пациента, уже порекомендовать конкретное эффективное лекарство. То есть, по сути, мы можем сэкономить 6 месяцев примерно жизни пациента, вот в плане подбора лекарств, мы сможем сэкономить колоссальное количество финансов, которые пациенту не нужно будет потратить, чтобы купить один стандарт, который ему не поможет, второй стандарт, который ему не поможет. Интерфейс программы предельно прост. Врач вводит информацию о пациенте, вес, рост, возраст и данные обследования, показатели артериального давления, сердцебиение, уровень гемоглобина, холестерина и другие анализы. На основе этого программа подсчитывает, как на пациента подействуют различные препараты. Заключение максимально понятно. Перечень лекарств и прогноз их действия. Сейчас мы очень сильно хотим, вот буквально в скорости будут еще объявлены программы грантовой поддержки со стороны российского научного фонда. И мы, конечно, хотели бы получить какую-то поддержку финансовую на завершение вот этих клинических испытаний, клинической апробации. Работа над программой идет с 2006 года. Сейчас финишная прямая уже близко. Но для получения разрешительных документов необходимо провести испытания на более широком круге пациентов. Если все пойдет по плану, для прикладного применения программа будет готова уже через пару лет. Екатерина Новгородцева, Евгений Агеев, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова